Друзья мои, мы начинаем нашу трансляцию в Таллине. Начинаем ее с уникального места, с башни Нейтси Торн. Про эту башню ходит весьма мрачная легенда. Там в свое время была заточена девушка, как обычно, за непослушание. А вот сейчас у этой башни появились очень загадочные, скажем, мистически действующие на процесс монахи. Если вы видите, вот я так слегка подсвечиваю, немножко нечеткий фокус. И этих монахов рядом с башней, вот сейчас я покажу, соответственно, крепостную стену. Вот видите, вы можете видеть еще одного монаха. Вот, видите, очень хорошо. И еще одного монаха. Мы сейчас к нему подойдем. Поскольку в последнее время мы активно занимаемся общением с духами, с теми, кто ушел, иногда нам доводится общаться и с теми, кто обитает в этом мире длительное время после ухода. Обычно эти души, сущности, как их ни назови, обладают какой-то миссией. Чаще всего эту миссию, конечно, они назначили себе сами, но иногда это нечто принятое как обед при вступлении в орден. В общем, весьма-весьма рекомендую. Я здесь был тогда, когда монахов еще не было неоднократно. Был в той замечательной... Две вот тут интересные башни. Первая башня, это вот если пройти вот по этим ступенькам и зайти вот в замечательную вот в эту башенку. К сожалению, с этой стороны она не видна. Мы обойдем с другой стороны и на него посмотрим. Вот второй монах, который также охраняет этот крепостной вал. Мы ведем трансляцию из Сталина. Вот проход. Мы пройдем попозже, а сейчас мы подойдем непосредственно к девичьей башне. Давайте вот мы посмотрели монахов, уважили их. Пустые монахи, это нечто весьма мистическое. И сейчас мы направляемся к башне Нейтси Торн. Собственно говоря, к девичьей башне. А нам... Мы не в данном случае по долгу профессии, а по долгу деятельности приходится довольно часто... Вот как хорошо Нейтси Торн. Вы видите, да, ее сейчас. А по... Меня вот практически не видно. Сейчас попробую сделать фонариком. Немножко улучшить ситуацию, да? Вот. Да, такой немножко слишком яркий образ. Мне по роду в моей деятельности часто приходится общаться с различными духами. Часто люди приходят с ними для того, чтобы я помог пообщаться, ответить на какие-то вопросы. И часто возникает ситуация, что... Вот, еще раз покажу башню Нейтси Торн. Вот она Нейтси Торн. И очень часто бывает ситуация, когда дух приходит, мне приходится с ним общаться, потому что у него есть какая-то миссия. Вот. Видите, к сожалению, сегодня башня закрыта, уже закрыта. И это значит, что душа задержалась либо по своей воле, либо оказалась в некотором... Исполняет некое обязательство, некий обед. И вот подобные вещи иногда в средневековых, чаще в средневековых, конечно, потому что именно там здание остается без изменений. Соответственно, обитают то, что называют привидения. Не думайте, что это какие-то там злые духи. Это действительно человек, который бросил свое тело, оставил, был убит. И теперь, соответственно, он обитает. Вот здесь тоже такие духи есть. Не только та женщина, которую мы именуем Нейти, да, там девушка, она, безусловно, тоже мелькает здесь периодически. Но обитают здесь и другие рыцари, которые ее, видимо, охраняли. Какие-то... Их неправильно назвать магические сущности, да? То есть это обитатели, покинувшие свое тело. Безусловно, в мире есть различные магические явления. Но магия и физика очень тесно переплетаются. Не стоит думать, что есть что-то такое совсем таинственное, злобное и непонятное. Как правило, это связано с эмоциональным отношением непосредственно. Это связано с каким-то событием в вполне человеческом мире. И как результат подобного действия человек берет на себя обязательства и после смерти пребывать в каком-то месте, охранять до тех пор, пока или просто, в принципе, становится хранителем. Вот таких хранителей мы очень часто можем встретить в старинных зданиях, как правило, которым больше 100 лет. Или в каких-то замках, которым 200-300 лет, в каких-то комнатах, которые сохранились. Другое дело, что те, кто уходит сейчас, как правило, очень быстро уходит. Где-то проходит десяток, может быть, другой лет, и человек перестает проявляться в физическом мире, уходит куда-то в иное место. Может быть, для того, чтобы родиться, может быть, для того, чтобы направиться куда-то еще. Вот мы сейчас вновь возвращаемся к таинственным пустым монахам. Вот один, вот второй. Так, а вот, соответственно, третий монах. Нет, там прошел просто мужчина, монах, вот он стоит. И сейчас мы пройдем, посмотрим ту башню, вторую башню, которая с этой стороны не видна. Здесь проход. Этот проход соединял старый город и нижнюю часть старого города, то есть рыцарей, собственно говоря, и местных купцов местных, то есть тех, кто здесь жил. И вот здесь наверху жили рыцари, не эстонские рыцари, конечно же, немецкие, шведские. Вот давайте сейчас посмотрим на башню. Вот она, так, еще не видно. Давайте еще дальше отойдем. У нас с вами сегодня экскурсия по магическому Таллину. Думаю, тем, кто еще здесь не был, это может быть полезно. Ну, собственно, вот, вот, вот она. Вот эта башенка, она хорошо сохранилась. Там отличный интерьер, там очень большое помещение вот под куполом. И вполне вероятно, что в своих трансляциях я там побываю и проведу трансляцию по поводу одной из магических практик. Вот. Соответственно, это вполне реальное место сила Таллина. здесь устраивают ресталища, стрельбы из лука. Насчет боев на мечах пока не видел, но стрельбы устраиваются регулярно. В них нам даже можно принять участие. Вот такая вот девичья башня. Видите, она вдалеке там. Она вот там вот. Я сейчас себя подсвечиваю. С другой стороны. Вот здесь две активно действующие башни. Одна как музей. И вторая как некое место, где можно побывать, посидеть, выпить чаю, грога, чего-то покрепче. Вот. Итак, я вам познакомил вас с местом силы, где можно реально пообщаться с духами. Если у вас есть такое желание, приезжайте в Таллин. Иногда я тоже приезжаю, можно составлять мне компанию. Для этого, соответственно, проведу небольшой экскурсион. Вот. Итак, я временно с вами обращаюсь. И, возможно, проведу сегодня еще одну трансляцию в Таллине. А сейчас пойду. Пойдем греться. Да? Новые трансляции. Итак. Угу.